приветствую всех на своем канале наконец-то развела та пеларгония которая вам говорила очень долго я ждала ее цветение и наконец-то она открыла свой прекраснейший цветочек смотрите как она красиво выглядит листики у нее полосочку полосатенькие цветочек изумительный махровый цвет очень красивый через прожилкам белый очень красиво наш как-то в голубизну переходит даже не розовый голубизну переходит только о кровь какой-то забыла название напишу крокодил его называют еще из-за полосатых листиков а это виворозита и я в такие горшочки сажал по два растения но для чего это я делаю для компактности вообще-то на окне чтобы держать меньше места занимает и второй случай корневая не растет упирается в горшочек и растение больше выдает цветонос снова доброе утро продолжим мою видеосъемку этих прекрасных пеларгоний вчера просто не было времени доснимать эту красоту а сегодня они распустились еще больше смотрите белая какая красивая крупная убитая я немножко пару слов расскажу для тех кто не видел мои ролики предыдущие про уход в этих пеларгониях пеларгонии плющелистные именно они называются плющелистные так как у них посмотрите какой листочек блестящий без ворсинок абсолютно знальная вот она другая с ворсинками если попадает влага но немножко теряется декоративность листа а здесь ничего не происходит смотрите какой новый сорт удивительный расцвел какой-то раз голубизной эти листочек красиво я весной их еще обрезала если бы не обрезала был бы полный горшок вот так обвитый и полный в цветах эти цветы немножко капризные вам скажу если неправильный уход зимой за ними они могут вообще не зацвести будет зеленый горшок пышный может выпустить пару цветочков им нужно задержание зимой в прохладном помещении вот самое прохладное помещение где у вас есть конечно не с минусом ну плюс плюс 10 плюс 16 на балконе можно утепленным держать а если нет такой возможности то поближе к стеклу и проветривание свои пеларгонии я не удобряю если их удобрять не еще больше цветочков пусть я решила что не буду их удобрять и они будут тоже прекрасно цветут замечательно сортов у меня очень много сажать их нужно в тесные горшки вот такой горшок для одной пеларгонии достаточно так как она корнями должна обвить весь горшочек и упираться в стенки горшка тогда она начинает выдавать цветоносы здесь ведь еще хорошее уже готовое растение готова к продаже если кому надо пишите звонить цвета пеларгонии у меня очень красивые кто видел мои предыдущие ролики посмотрите они все у меня разобудные набитые очень очень даже ничего и обязательно плещелистная пеларгония любит прищипку потому что без прищипки вот этот сорт и не прищипала видите она растет длинной веточкой она будет еще дальше дальше расти это ампельная пеларгония так свисает с горшка и растет а вот это зональная она кустовая у меня есть минички вот это вот миничка это монсередус если я правильно назвала она сама образует кустик она компактная маленькая но цветоносы дает огромные а чтобы вот этого не происходило длинной веточки нужно на конце веточки вот так прищипнуть два листочка вот эти серединочка видите я обломала обломать два листочка и она начнет с пазухов листиков выпускать дополнительные новые растения и будет прекрасное цветение так как отсюда пойдет росточек отсюда в каждый листик пускает верхушечку и из каждой верхушечки она цветет на новых веточках вот это вот смотрите как она красиво распускается как роза набита не очень красиво а это уже распустил а это заканчивает свое цветение но это у меня первый раз зацвела поэтому я любуюсь и вам показываю мне такое еще не было ты купила ждала ждала цветение всю зиму она стояла не хотела не расти ничего а за лето вот хорошо пошла два цветоносе ко мне дала ну спасибо я их посмотрела какое плитение замечательно здесь пеларгония расцвела у меня простым цветочком не махровым тоже очень красивым посмотрите какой замечательно но тоже закрученная вот как розочка но распускается как бутончик весь открытый это уже отцвела я их сажаю несколько штук в один горшок чтобы они ну как я вам сказала упирались об стенке горшка вот эти здесь три растения и лучше дают цветоносики эта птичка удобрила здесь будет розовая вот такая вот apple blossom и красная махровая рамблер очень красивое растение будет смотреться в этом горшке супер советую всем сажать по три растения в один горшочке посмотрите как это прекрасно смотрится за зональными пеларгониями намного легче уход зональные пеларгонии просто берем прищипочку делаем верхушечку и она сама себе вот растет дает цветоносики это рамблер я хочу показать вам статика насыщенная красная и ничего и не надо ли не подкормки не надо ничего не надо это я пообламывала у нас дождь была не вот так вот все уже высох это полный куст был полностью красный красивый а это бегоне у меня махровая немножко так покажу вам вот это белый новый сортик у меня махрова как невеста вот капризные получаются плющелистные а зональные вообще не капризные за ними можно любоваться еще они очень хорошо выделяют из своих листиков запах и он хорошо действует от как природный антисептик от болезней гриппом кто заболела но воздухе летают пары и обеззараживает воздух а пеларгонии плющелистные не имеют этого запаха это у меня еще один сорт скажу вам сейчас не цветет к сожалению ричард хатсон я могу вставить фотографию чтобы посмотрели видите тоже как он красиво растет пускает веточки там старые обрезаю а молодые начинают расти еще немножко порастет вот этот молодежь и я вот эту ветку обрежу буду укоренять это же два растения в одном горшке листья у нее такие красивые звездчатые это другой сорт пеларгонии еще из душистые пеларгонии но у меня сейчас нет в этом месте так пеларгонии замечательные на улице себя летом чувствует и в дом заносишь тоже ничего только заносить в дом нужно вот сейчас в октябре месяце уже надо заносить еще свои не занесла у нас еще тепло чтобы не было перепадов температуры земле ночью и днем сильно большая температура разница чтобы она не сбросила свои листочки а так ничего сложного в уходе нет пишите задавайте вопросы буду отвечать на комментарии спасибо всем за внимание всем удачи пока всего вам доброго